Село Ляховка В 30 километрах от Барыша Которая находится в плену Без возможности выбраться В селе накопилось огромное количество проблем Власти их не слышат Одна надежда на общественность Вот они и пишут У нас отменили рейсовый автобус Барышля Который ездил к нам два раза в неделю Теперь нам не на чем Отдоехать в больницу И по делам с документами Да и просто выехать за продуктами или лекарствами Нет возможности Если вызвать такси то это тысячу рублей В одну только сторону А у нас у сельских нет таких денег Другая проблема в селе нет уличного освещения В селе сотовой связи нет Вызвать скорую помощь или пожарных или полиции Они не могут Сельчане обращались в администрацию Барышевского района Но как они утверждают ничего не изменилось Чиновники прислали официальный ответ В котором пообещали выполнить свои обязанности По обеспечению транспортом и связи Но такие ответы они присылают каждый год А дела нет Но вдруг жители села преувеличили свои проблемы Для того чтобы разобраться в ситуации Мы решили отправиться туда сами Минувший понедельник название села Ляховка Барышевского района Стало известно всей области О его проблемах на аппаратном совещании Сказал губернатор Сергей Морозов Мы приехали в это село чтобы проверить Действительно здесь все так плохо Как говорилось в письме На первый взгляд может показаться Что как минимум проблем с освещением в Ляховке нет Фонари висят едва ли на каждом столбе Но уже скоро выясняется В Ляховке их можно считать только украшениями Работают из них только два Да и то только в центре села Остальные как говорят местные жители Не встретят с момента основания Ляховки Поэтому вот уже много лет С наступлением темноты и до рассвета Людям приходится пробираться по улицам с фонариками Зимой еще полбеды Со снегом не так темно А вот весной и осенью Это кромешные мула О том что фонари ляховцам обещали к концу декабря Рассказывают и другие жители села Однако глава измайловского городского поселения Александр Винокуров Говорит что об этом речь не шла Сначала он прообещал фонарик 1 октября А потом до конца 1 квартала 2017 года А дело все в том Что они никак не могут передать Два единственных светильника С баланса местного СПК На баланс поселения Правда нам Александр Винокуров Все таки назвал примерные сроки освещения Ляховки Сейчас вот технические условия нам отдали Вот сейчас мы Просто я ездил и в Бесе был Вот так прием передачи балансовый Заявление о переравлении технологического подсоединения Не все так быстро Потому что там все фонари надо передать Чтобы они были на нашем балансе Пусть это заключить договор И это будет Мы не сказали что в первом квартале Но я думаю что где-то Число 15-20 февраля Уже будет полностью завершено Может быть если удастся То еще раньше Вторая педаль арфки Это связь Она там присутствует Лишь номинально Сотовый ловят Только в некоторых местах Поэтому мобильные телефоны У жителей деревни Не лежат в карманах А висят на окнах Там где связь хоть иногда Но появляется Телефон Висит на окошке Сотовый Да вот на веревочке висит А вот если с веревочки снять Отойти куда-то Связь вообще ловить будет? Ну вот назад и ходим Туда вот Наполи Наполи берет А если скорую вызывать Там или милицию Ну как? Ну вот все вот так вот Так же То есть Наполи надо бежать? Да Наполи Или вот дома Со стационарными телефонами В Ляховке тоже беда Причем уже не один год Они либо вообще не работают Либо в трубках Раздается ужасный треск За которым не слышно собеседника День нашего приезда Телефоны в очередной раз молчали Они говорят Связисты И все время звонишь Там шум И отключаться без конца И ломаться без конца Без конца Вот сейчас вот ремонт Видно И давно так? А? Давно так? Давно-давно Сделать маленькое Пройдет месяц опять Ломает Ну сколько? Год-два? Да, год больше Наверное Год-два-три Там все Изношено Все провода Все гнилое В районной администрации Отсутствие связи в Ляховке Объясняют довольно обыденно Нерентабельно Что для мобильной связи Что для проводной Там живет слишком мало людей Зарегистрировано около ста Реально проживает около семидесяти Кабельная постоянно рвется Идет подвижка грунта Когда весной И осенью Из-за этого Рвется Чинят Опять Вышки там нету Связь сотовая не ловится Они не планируют Никто там Ставить У нас таких сел Много Где не работает Сотовая связь Потому что сел С малым количеством проживания Более трехсот Триста Трехсот и выше Там ставится вышка Операторы идут Там где им Тоже выгодно Будет Доход какой-то Из-за этого Там не планируется Разговоры про рентабельность В конце концов Могут привести к тому Что в Ляховке Произойдет трагедия Если ее жителям Не удастся вовремя Вызвать скорую Пожарных Или полицию Что касается Отсутствия транспорта То в день нашего приезда В село В Ляховку впервые За полтора месяца Приехал автобус Газель частного перевозчика Правда селян пугает то Что маршрут этот Назвали пробным Если у владельца Покажется Что он опять-таки Не рентабельен То автобуса снова не будет Именно по этой причине В Ляховку В декабре И перестал ходить транспорт За моей спиной Автобусная остановка Села Ляховка Правда в деревне Она выполняет роль Архитектурного объекта Автобус приезжает В другое место В центр села Отсутствие автобуса Для жителей Ляховки Это тоже трагедия Потому что в Барыш Периодически нужно попасть всем Кому документы отвезти Кому в больницу Кому по другим делам А такси до Барыша Которые находятся В 20 километрах от села Стоят весьма и весьма недешево А как добирались Пока автобус был отменен Такси Нанимаем Мне сказали 300 рублей Да, до Барыша? 600 600 до Барыша До измавки 300 А, то есть Один конец 600 Да До Барыша Да То есть Если захворало Надо ехать в больницу Это Туда назад 1200 Да Да А если секрет А сколько зарабатываете На ферме Тут тот же скотник Сок он зарабатывает Вот у меня 10 тысяч Выходит То есть Что он, говоря Заболел Десятую часть От зарплаты Только на такси Отдать надо Да Но несмотря на все Свои проблемы Ляковцы не унывают Довольно чищенной дорогой Тем, что у них работает Магазин Пусть и 2 часа в день И тем, что периодически К ним приезжает Из Измайлова медсестра Хочется надеяться Что и со светом Связью и транспортом Там тоже все будет в порядке Игорь Улитин Юрий Конихин Ульяновская правда